Вот таким вырос куст винограда лора, уложенного отводком в прошлом году, осенью прошлого года. Четыре отличных побега, рукава, и хорошо разместился на двухплоскостной шпатке. Я укладывал лозу побег вот от этого куста в канавку примерно на расстояние двух метров до второго. Уложенная лоза прекрасно укоренилась, корни наросли и подошло время спустя год отделить его, этот новый куст, от мамы. Сейчас я раскапываю то место возле материнского куста, где укореняемая лоза уходила вглубь земли. Вот видите, здесь вот даже видно, вот торчит проволока, это алюминиевая, медная проволока. С ее помощью мы делали перетяжку на лозе, которую укладывали для укоренения. Сейчас мы покажем вам ближе. Вот я открыл часть отводка, вот он, который ходит туда налево с поверхности и на глубину примерно 45 сантиметров, уложен в канавке и выходит на поверхность. Выходили на поверхность кусочки побегов, лозы, на которых было по два глазка. В дальнейшем из этих двух глазков на одном побеге и на втором, то есть четыре глазка, выросло четыре побега на новом кусте, четыре рукава. А этот, эту лозу мы сейчас можем отделить, то есть этот молодой куст отделяем от материнского. Очень просто. Перерезая побег секатором. Ну, а этот кусочек можем убрать. Вот так. Все. Теперь молодой куст является самостоятельным. Скажем так, пошел большую жизнь. Все. Это мы закапываем и даем возможность кустам существовать самостоятельно. Не забудьте, в случае, если вы размножали кусты подземными отводками, не забудьте через год, возможно полтора-два, в зависимости от силы роста молодых кустов, отделить его от мамы. Удачи вам! 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 Продолжение следует...